Так, еще раз здравствуйте, коллеги. Сейчас я постараюсь показать свой экран. Барокко и просвещение. Ага, вот. Моя презентация. Я не буду разворачивать на полный экран, потому что он периодически зависает, чтобы быть уверенными, что мы видим. Я, поскольку есть студенты, на всякий случай, коллеги, такой небольшой исторический контекст в начале. В начале июня 1790 года в Петербурге была анонимно опубликована книга «Путешествие из Петербурга в Москву». К концу месяца стало известно, кто ее написал. Александр Радищев, начальник Петербургской таможни, «Кавалер Орденства Владимира и коллегский советник», которому осталось совсем немного лет до первого генеральского чина тайного советника. То есть по его одноклассникам в университетах можно студить, что его ждала большая гражданская карьера. Императрица Екатерина прочитала книгу и жестко ее раскритиковала, произнеся в частности известную фразу о сочинителе, как «бунтовщике хуже Пугачева». Радищев был арестован и приговорен к смертной казни, которая была заменена на ссылку в Сибирь. Ну и это печальная история, с которой все мы более-менее знакомы. Меня интересует вопрос, что происходило с текстом «Путешествие» и знанием о нем позже, после этой самой ссылки. Если посмотреть на печатные источники, упоминающие путешествия, вышедшие до 1850-х годов, окажется, что самым развернутым откликом на книгу до этого времени, примерно до 1855-1856 года, был приговор о смертной казни и помиловании, опубликованной в 1790-м году, разосланной по всем присутственным местам страны и позже включенной в полное собрание законов Российской империи в 1830-м году. Такой вот анализ текста, образ текста, рассказ о тексте предлагает этот самый указ. О книге сообщалось, что она наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование против начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми выражения против санной власти царской. Не больше, но и не меньше. До 1856 года это было самое развернутое суждение о путешествии, опубликованное по-русски и в Россию. Даже слова, сказанные Екатериной Второй о Радищеве, которые могли бы быть напечатаны в 1824 году в составе опубликованных дневников секретаря императрицы Храповицкого в журнальной публикации, были исключены публикаторами. Здесь у вас на экране вычеркивание. Также, собственно, вычеркнуто, как и всякое упоминание имени Радищева и его книги при более поздней публикации пушкинского путешествия из Петербурга в Москву в 1840 году. Мы на той правке, которая произошла от текста дневника Храповицкого до первой журнальной публикации, видим, что имя Радищева вычеркивается, в лучшем случае оставляется буква Р в одном случае. А в случае с публикацией Пушкинского «Путешествие из Москвы в Петербург» оттуда были убраны все упоминания о Радищеве и о книге, которую рассказчик этого текста читает, отправляясь из Москвы в Петербург. Кроме одного, там сказано, что в одном из мест что этот текст написан одним иностранным путешественником. Все. Ничего более внятного в печатных источниках до 1856 года прочитать было невозможно. Помимо этого, возможно говорить также о том, что Радищева читали. И мы об этом знаем. Есть какие-то стандартные источники о Радищеве. Стандартные источники о истории чтения – это мемуары, письма, переписка. Действительно, у нас сохранилось, во-первых, вполне обширное замечание Екатерины Второй на эту книгу, которую она делала сразу при прочтении в июне 1990 года. Сохранилось несколько текстов Пушкина. Собственно, меня интересуют здесь не тексты, которые упоминают имя Радищева, а которые высказывают какое-то более или менее развернутое суждение о книге хотя бы на одно полное развернутое предложение. Известна биография Радищева, написанная сыном Николаем в 1819 году, но так и не опубликованная долгое время. И, наконец, известно около 20 различных отзывов в дневниках и мемуарах, из которых самый развернутый отзыв данный гимназистом одной из петербургских гимназий в 1828 году Федором Чижовым, который вместо того, чтобы заниматься греческим в гимназии, читал попавшую к нему в руки путешествия из Петербурга в Москву и записал две записи. В одной сказано, что сочинение, как пишет Екатерина, «Могущий потрясти трон, распространяя свободу», оно не находится в печати, но в рукописях, и я его достал у Тикменева, слог его весьма худой и неровный. Но на следующий день записывается, что в первые часы, то есть снова в греческий класс, читал я «Путешествие из Петербурга в Москву», в нем нашел я очень хорошее определение граждан. Вот, значит, наиболее известны из всего этого корпуса, конечно, пространные заметки Екатерины II и две статьи Пушкина, но есть какая-то история дополнительная чтения. Если следовать стандартным путем и пытаться построить исследование на эксплицитных высказываниях, реконструкция читательской рецепции в первое десятилетие после выхода книги в свет окажется почти невозможной. Источников печатных почти нет, письменных очень мало, к тому же самые пространные отзывы, заметки Екатерины статьи Пушкина «Смертный приговор», отчетливо говорят прямо от имени инстанции, подвергшие авторы книгу репрессиям, или оправдывают их, что ставит перед исследователем, помимо источниковических, этические вопросы. Как возможно делать подобное исследование, если источников недостаточно, если мы хотим уйти за границы, в которые эти репрессивные источники нас загоняют, если хотим услышать что-то помимо голоса репрессий и молчания, и заглушенных голосов? Я отвечаю так. Прежде всего, само представление о чтении как о практике, проявляющееся в, или по крайней мере направленной на создание внятных, выраженных словами читательских отзывов, одно из ключевых представлений ранних стадий рецептивной эстетики или read-a-response theory, попросту неверно в самом основании. Полагать, что чтение проявляется в эксплицитных высказываниях, значит помещать письмо в говорение, в позицию доминантную по отношению к любым другим способам взаимодействия с книгой и текстом. Между тем, чтение – это, собственно, чтение, самодостаточная практика со своими способами, средствами, целями и задачами. Если мы хотим понимать чтение, мы должны искать его на его собственных и особых путях, а не требовать от читателя или читательницы, чтобы она или он становились писателями или писательницами. С этой позиции связан тот материал и подходы к нему, который находится в центре моего проекта. Материал, с которым я работаю, хорошо известен, и известен как спорный или, по крайней мере, вызывающий споры среди историков чтения. Мы знаем, что старые книги, английский синоним «used books» здесь достаточно показателен, часто несут на себе следы чтения, подчеркивания, черты, отчеркивания и всевозможные пометы на полях, маникулы, астериски, галочки, плюсики и так далее. Помимо этих следов, оставленных инструментами письма, в них можно найти загнутые углы страниц или оставленные между страницами засушенные цветы, пятна различных жидкостей и так далее. Все эти следы оставлены в процессе чтения или, во всяком случае, использования книги. И нет сомнений, что они не разговаривают с теми, кто их находит, ни на каком естественном вербальном языке. Здесь я задаю вопрос, как быть. И вот важная для меня цитата. В книге, во многом определяющей исследование в поле, в котором я работаю, Маджинелия и Хиттер Джексон, авторка открыто противопоставляет оригинальные дискуссивные ноты и минимальный и экивокал witness о вопросах о кроссе. Это не значит, что Джексон полагает малые следы чтения недоступными интерпретациями. Там и здесь она использует их, а приводит достаточно убедительные примеры того, что продуктивная интерпретация крестиков или отчеркивание возможна. Но в целом она следует за академической конвенцией, различающей ясные, выраженные словами, заметки и сомнительные невербальные пометы. Хиттер Джексон могла позволить себе такое развлечение. У нее под руками были почти невообразимые горы словесных заметок в сотнях книг. У исследователя-радищицких читателей подобных закромов словесных плодов нет. Ему приходится взять в руки заступ и копать в поисках невербальных корешков. Прежде чем перейти непосредственно к своему материалу, я должен сделать еще одно замечание об упомянутом восприятии невербальных помет как сомнительным. Для подобной позиции есть, конечно, свои основания. Чаще всего отдельная помета или даже отдельная книга, размеченная пометами, неясны, вызывают скорее вопросы, чем дают ответы. Интерпретируя их, мы превращаем невербальные знаки и скрытые значения в определенные зафиксированные слова и потери в подобном переводе или, по крайней мере, страх подобных потерь в переводе очевидны. Возможно ли преодолеть этот страх или, по крайней мере, найти хотя бы какую-то надежную почву для интерпретации? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, лежит в области экономики интерпретации. Книги – это материальные объекты, обладающие ценностью, в том числе материальной ценностью, присваиваемой им. Как показывают новейшие подвижки в исследованиях читательского отзвука, чтение, помимо прочего, представляет собой практику, основанную на оспаривании доверия к тексту. Чтобы текст или книга вызывали доверие, им должна быть присвоена ценность, достаточная для производства надежности и доверия. Если мы посмотрим на исследования маргиналий, мы заметим, что большинство из них основано на свидетельствах, извлеченных из книг, размеченных известными людьми. Можно посмотреть, например, примеры важнейших здесь проектов по описанию маргиналий Полриджа или Уитмана, или Эмерсона, или Пушкина, Достоевского, Островского и так далее. При этом часто подобные исследования делаются библиотекарями, работающими в библиотеках, где хранятся соответствующие книги, или исследователями, работающими в городах с такими библиотеками. Обращение к соответствующим книгам оказывается для них почти бесплатно. Книги – материальные объекты, и чтобы поработать с ними, должны быть сделаны инвестиции, времени, тела или финансы. Доход от подобных инвестиций основан на цене, которую мы присваиваем материалу, который будет использован нами в исследовании. Довольно легко сказать, в том числе в грантовой заявке, что книги с пометами Чарльза Дарвина или Эмили Диккенсом обладают несомненной ценностью, тем более если в них можно найти слова, оставленные на полях рукой этих знаменитых людей. Но какая ценность, черточка, к легалочках, оставленных людьми, даже имен которых мы не знаем. Стоит ли отправляться из Петербурга в Нью-Йорк или Прагу, или Кострому, или Орел, чтобы на них посмотреть? Я отвечаю так. Шкалы, которая могла бы определить стоимость читательских помет, не существует. В самой основе нет разницы между знаком вопроса, оставленным Чарльзом Дарвином, или анонимным читателем из Воронежа. И да, если исследовать подобные анонимные неявные пометы, это единственный способ уйти от почти ничего не стоящих, но воспроизводящих репрессивный голос явных нерубанных свидетельств, к свидетельствам, которые позволят нам хотя бы представить другие голоса, любые инвестиции будут оправданы. Итак, в ядре моего проекта перемещение моего исследовательского тела к рукописным копиям, спискам путешествий из Петербурга в Москву, любым, какие мне удается найти, к спискам, поскольку до конца 1850-х годов всего 15 или 20 сохранившихся печатных экземпляров книги были читателям почти недоступны. Со следующей задачей тщательно исследовать эти списки и зафиксировать любой след чтения, который мне удается в них найти. В итоге в моих руках оказывается аннотированный реестр рукописных списков книги и свод помет, оставленных на тексте его читателями. Реестры, перечни, индексы, как говорят нам Роберт Дартон или Энтони Графтон, фундамент, на котором единственная может быть построена история книги или история чтения. Оказываясь, в реестре отдельная невнятная помета вступает во взаимодействие с сотнями и тысячами других помет, так же, как отдельный список взаимодействует с прочими и таким образом создается хотя бы какая-то основа для интерпретации. С подобной идеей я начал свой проект более чем 10 лет назад. Что я хотел получить в самом начале? Большой корпус свидетельств о коллективном читательском опыте, основы для интерпретации, создающуюся возможностью сравнивать множество индивидуальных чтений. Я верил в этот проект, потому что до него мне удалось достаточно продуктивно провести исследование рецепции родического путешествия через то, как его иллюстрировали или как отбирали фрагменты для школьных хрестоматий. Эти исследования убедили меня, что чтение это прежде всего интерпретативная практика, основанная на фрагментировании текста и присваивании определенной ценности отдельным выбранным или замеченным фрагментам. Фрагментарность родичевской книги, где главы и их части оказываются почти независимыми друг от друга и собираются в свойственную жанру сентиментального путешествия Мишанину, сама по себе немало способствовала принятию подобного взгляда на чтение. Я думал, что если через фрагменты, отобранные для иллюстрирования или для включения в хрестоматии мне удалось выявить четкие паттерны интерпретации, то подобная же операция может быть сделана и с пометами, оставленными читателями на списках. Десять лет спустя я уже совсем не так воодушевлен этой идеей поиска общих паттернов, хотя во многом, как кажется, она оказалась верной. Глядя из оптики рукописных списков, можно рассказать много разных генерализованных, обобщенных историй о том, что представляло собой чтение путешествия из Петербурга в Москву в первые десятилетия после издания книги. Прежде всего, списков много, а цифры, которые я привожу на слайде, указывают только списки, которые я могу датировать более или менее точно. Всего мне сейчас известно почти 120 списков, я сумел обработать почти 100. Глядя на цифры сохранившихся списков, можно определенно сказать, что в 790-х годах путешествие было хитом, что оно оставалось важным чтением в первые два десятилетия 19 века, что интерес к книге падает с конца 820-х, и что в 1840-х оно ушло в литературный архив, что люди 830-х и 40-х годов, в том числе Белинский, Герцен, Тургенев, Гончаров, Достоевский, почти совсем не читали эту книгу, и что с 1850-х в новом историческом контексте, полагаю, что дело здесь в последствиях европейских революций 1848-го года, книга пережила возрождение в качестве отчужденного экзотизированного экспоната. Глядя на эти цифры, мы должны также понимать, что они описывают только сохранившиеся списки. Списков было намного больше. Список мог быть сделан со списка, со списка, со списка, со списка, с порчей текста, снижением его внятности при каждом новом переписывании. Особенно справедливо это в отношении 1790-х годов, большая часть списков от которых предлагает текст особенно плохой сохранности. Когда мы читаем жалобы родичевских читателей на его странный и дурной язык, нужно учитывать, что, скорее всего, читатели этого времени читали текст по спискам с так или иначе испорченным текстом. Учет списков дает также обрывочные, но все же данные, позволяющие представить хотя бы самый общий социальный портрет читателей. Среди зафиксированных в списках свидетельств о том, кем были читатели путешествия, мне известно только один список, упоминающий о женщине. Это известный список, на основании которых Григорий Шторм создал свой увлекательный частью психотерический роман «Подаенный родичев» о поиске родичевского окружения. Там есть потрясающая глава, давайте я вам ее расскажу, мне мало кто читал этот текст полностью, одну из глав я больше всего люблю. Значит, главный герой-рассказчик, он же автор книги, Григорий Шторм, ищущий тайное общество, создававшее списки путешествий из Петербурга в Москву, в какой-то момент решает обзвонить всех людей с фамилией, например, Якубович в Москве и узнать у них не родственники ли они тех Якубовичей, которые могли переписывать книгу. И по одному из ответов Шторму сообщают, что да, мы вот с ним связаны, можете к нам приходить, и у нас есть история о путешествии. Он к ним идет, и они говорят, что самой книги нет, но нам рассказывали, что когда наш дедушка был в заключении, он сидел вот с таким-то, называя человека по имени, в 1905 году, и у того был рукописный список, он его читал. И происходит все это в какой-то комнатке, там рядом пьют водку, плохо пахнет, но он очень ценит этот ответ, записывает фамилию этого человека, который сидел, начинает попытаться найти его, находит его дочерей, идет к ним, те рассказывают, что да, именно так и было, что вот, нет, нет, он находит, они говорят, да, что вот он был и родищево читал, но только у нас сохранилась эта книга, это было печатное издание 1905 года, и шторм выходит на улицу, дует ветер, и он думает о потраченных пустую в нескольких неделях поисках, понимая, что все напрасно, такой детектив, не имеющий решения, это потрясающая глава, вот, значит, в основе его поисков была запись на одном из списков на молдавском, румынском языке, где вот, да, Фата Коконец Анкуце, да, эта книга передается подруге Аннушке, Анкуце, мы ничего об этой Анне не знаем, кроме того, что она каким-то образом писана в сети монастырей, где используется молдавский язык для общения и переписки, все остальные списки, для которых нам известно что-то о их читателях, это списки подчеркнуты маскулинно, вот, небольшой процент женщин, то есть, буквально единичность, не означает, конечно, что женщины не читали эту книгу вовсе, в конце концов, оставившая самые обширные читательские заметки на нее императрица была женщиной. Предположение, что путешествие читала Екатерина Романовна Дашкова вполне обоснованно и так далее. Как бы то ни было, перед нами факт, женских списков почти нет. При этом чтение этой книги, как известно из мемуаров, следственных и прочих источников, оказывалось одной из форм существования и связывания закрытых маскулинных протестных сообществ. В конце 1790-х годов список путешествия, например, становится формой фиксации скрытого союза двух молодых близких к аристократическим семьям мужчин Федора Баженова и Сергея Валуева. Их имена вписаны в кольцо и инициальные буквы в начале первой главы, обрамляя крест и пылающее сердце пронзенное стрелой. Что мы еще знаем? В 1790-х годах читатели, о которых у нас есть хоть какие-то сведения, оказываются представителями элитарных дворянских семей или заметными духовными лицами. К 1820-м годам текст бытует среди купцов, мещан, гимназистов и так далее. Примерно так. Свидетельств немного, но уж какие есть. Вербальных записей, особенно более или менее оформленных суждений о книге, в списках путешествия немного. Между тем, если поместить их рядом с теми, что сохранились в указе о ссылке, письмах, дневниках или воспоминаниях, окажется, что они дают нам суждения не менее, а возможно и более ценное. Прежде всего, спектр оценок чрезвычайно широкий. Три цитаты на слайде из разных рукописей. Например, горячая поддержка, выраженная дурно сложенными стихами. По что сию книгу власть печатать воспрещает, неужели за то, что правду возвещает? Спецов нам кажет наготу и вышние власти пробуждают дремоту. Или похвала автора, который во многом был справедлив, находящая между тем необходимым извинять его за философические вымыслы, завершающаяся благодарностью владельцу списка, позволившему читателю сделать себе собственную копию. или наоборот, с другой стороны, яростная критика, переходящая в такое злобное брызганье слюной. Ты неблагонамеренный автор, а бунтовщик писал для слабоумных. Мало что великая Екатерина тебя заславовала, просто следовало повесить, как самого вредного присматриваю. Бытование, нам известно, что текст бытует в дружеских сетях, например, вот из цитаты, которая была раньше, про человека, который передал, мы у гимназиста это читали, и мне известен один список, где читатели устраивают на полях беседу. Один из них в конце главы пишет замечательно, это собственно глава Хотилов известная об отмене крепостного права, а второй ему пишет соглашаюсь, еще хочу знать, нравится ли. так, можно говорить о некоторых общих генерализованных паттернах читательской интерпретации, разбирая разбирая то, как в целом фрагментируют текст читателя, как, например, отбирают главы и фрагменты для выборочных списков, или как ставят галочки против названий глав в основном тексте или на страницах с содержанием, какие главы и фрагменты размечают больше, чем другие, и так далее, мы видим результаты, которые могли ожидать заранее. Авторитетные и экспертные чтения Радишевской книги с 1790-х годов говорят нам, что она представляет собой а, например, личное оскорбление монаха, или критику неких неустройств в государстве, или историю о бунте и революции, или сочинение о крестьянской жизни и крестьянской несвободе. Все эти способы читать путешествия мы найдем в его рукописных списках. Можно без труда найти примеры, когда читатели выбирают для списывания или разметки только главы или фрагменты, посвященные критике монархии, или только о рабстве и крепостном праве, или о административных неурядицах. Собственно, подобные примеры составляют основную часть моего корпуса. Анонимные читатели более или менее, если мы смотрим на них генерализованно, читают текст примерно так же, как его чтение структурирует авторитетная интерпретация. Результат таким образом обоснованный, но не слишком впечатляющий. Можно ли найти или увидеть что-то еще? Как кажется, да. Помимо доминантных стратегий чтения путешествия, существуют и такие, о которых авторитетные чтения упоминают лишь изредка. Путешествие поднимает чрезвычайно широкий спектр тем и проблем очистки зубов и потребления кофе, досексуализированного насилия и администрирования коммерческих долгов. Заинтересованный читатель волен вольна обратить внимание на любые из них. В экспертных и авторитетных чтениях путешествия, помимо доминантных политических интерпретаций, можно найти и отдельные упоминания о том, что в этой книге можно увидеть, например, трактат о морали или такой текст, представляющий собой религиозный вольна мысли, высказывание о свободе слова или высказывание о том, что книга в целом оценивается как написанная чудовищным языком или как безнравственное сочинение сексуальности и телесности. Когда эксперт читает родительскую книгу, все эти точки зрения, вопросы и темы оказываются обычно чем-то побочным. в целом путешествие представляет собой политическое высказывание по одной из вот этих намеченных мной ранее больших политических темах, но как бы можно упомянуть и что-то еще. С точки зрения помет, оставленных читателями в списках путешествия, отношение основного и второстепенного предстает иначе. Есть немало списков, где читатель списывает только или размечает пометами только те фрагменты, которые связаны с неполитическим, не связаны с этими большими блоками политического, о которых принято говорить в истории литературы и политической мысли в связи с родничьим. Например, первый мой пример. Здесь представлены маргиналии списка читателя, которого как представляется занимаются только религиозные вопросы. Там все пометы так или иначе связаны с религиозным вольномыслием. Вот в этом месте, где говорится, что уже мучитель Константин великим назван и следуя решению Нитейского собора, предавшему ариево учение проклятию, запретил его книги, и читатель подчеркивает мучитель Константин и пишет на поле «Тьфу к черту, да он во святых». И более-менее все пометы в этом списке относятся к сфере религиозного вольномыслия. Другой пример. Вот у нас список 1810-х годов. В этом списке подчеркнуто два места. Одно место это во фразе «бурлак, идущий в кабак, повеся голову и возвращающийся обогренной кровью отоплюх» многое может решить дольселя гадательное в истории российской. И в другом месте пускай печатают все, кому что на ум не взойдет, кто себя в печати найдет обиженным, тому дастся суд по форме. На весь список подчеркнуто два слова «гадательное» и «дастся». Что это такое? Как мне представляется, я могу ответить на этот вопрос и могу понять, с чем связаны в целом пометы в этом списке. Они связаны с неудовольствием от радищевского языка, потому что подчеркивание «слово гадательное» у нас встречается и в других списках, в том числе с правкой. В одном из списков примерно того же самого времени слово «гадательное» зачеркивается и вместо него пишется «загадочное». Читатель 1810-х годов, воспитанный Карамзином и последователями Карамзина, не любят слово «гадательное». Оно неудачное и не к месту, а тем более слово «дастся», потому что произнест «стис» это надругательство над прекрасным русским языком. Можно отметить интересные хронологические особенности подобных неполитических чтений, хорошо соотносящиеся с независимыми свидетельствами, получаемыми из других источников. Например, читатели 1790-х и 1800-х годов, сколько можно судить по спискам, не занимают вопросы цензуры и свободы слова. Посвященная им глава «Торжок» преимущественно остается в списках этого времени неразмеченной. Только в 1810-х годах, когда цензура перешла из университетов в специально созданные цензурные учреждения, читатели начинают проявлять к торжку интерес. Ту же взаимосвязанную историю можно увидеть и на примере глав о фрагментах, рассказывающих о сексуализированном насилии, венерических болезнях идентификация. Читатели 1790-х и ранних 1800-х годов эти места почти не замечали. Екатерина Вторая, единственная достоверно известная нам, помимо списков, ранняя читательница путешествия, была здесь исключением. Однако с конца 1800-х годов в этих местах появляется все больше и больше помет. И это хорошо соотносится с описанной историками русской поэзии издательской практикой начала XIX века с каждым десятилетием все больше и больше исключающей эротику, что можно наблюдать на истории публикации текстов Батюшкова, Жуковского, Боротынского, Кушкина и прочих. И мы можем, наконец, довольно уверенно говорить о том, что читатели 1790-х годов не испытывали проблем с языком Радищева. Несмотря на то, что списки этого десятилетия более всего предлагают порченый в процессе многократного переписывания текст и сохранилось их более всего, в них почти нельзя найти помет относящихся к языку. С начала 1800-х, когда в образованном русском обществе характер, доминирующая норма, приобрел плавный карамзинский стиль, в том числе и у сыновей Радищева, правивших при переиздании в соответствии с этими установками сочинения отца. Вот с этого времени мы можем наблюдать в списках многочисленные следы недовольства читателей Радищевским слогом. Вот что можно обобщенно сказать о паттернах чтения у ранних читателей Радищевского путешествия. Интерпретация нетекстуальных читательских помет оказывается продуктивной и достаточно хорошо соотносится с независимыми источниками. Но можно ли увидеть что-то еще? Больше всего меня смущает соотнесенность. Стоило ли инвестировать так много усилий, если все, что мы получаем в итоге всего лишь воспроизведение данных, о которых легко и давно можно было прочитать, не покидая подручную печатную библиотеку? Собственно говоря, чем более я занимался читательскими пометами, тем больше убеждался в том, что самое ценное в них вовсе невозможность выявлять паттерны, не генерализованная картина общих практик. История чтения важна тем, что каждый читательский опыт уникален и значим. и оставлять в стороне не замечать, считать случайными, анекдотичными и неинформативными отдельные списки и пометы, не укладывающиеся в стройную картину генерализованных паттернов, как мне кажется, просто невозможно и недопустимо. Наиболее показательны для меня примеры списков, где на всю книгу можно найти только одну помету в местах незамеченных другими читателями, что уж говорить об экспертах. В качестве рабочего и наверняка неудачного термина я называю их монструозными чтениями. Они непонятны, странно, выбиваются, сопротивляются. Любая их интерпретация, в том числе и те, которые я предложу ниже, сомнительна. Сомнительна, собственно, сама попытка интерпретировать их, пытаясь навязать им то или иное работающее на генерализацию значение. Но именно в них, на мой взгляд, проявляется подлинность чтения и текста. И именно их стоит видеть в первую очередь. Значит, вот этот первый пример, который у вас долго висит перед вами на экране. Примеры списка конца 1810-х годов. Единственная помета на весь список против фразы совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, не возмогая ни блага ни зла. Это очень не соответствует любому обобщенному чтению путешествия. анонимный эксперты начинают разбирать эту книгу как некую шкатулку идей просвещения, она начинает восприниматься как что-то вполне и прежде всего рациональное. а это совсем не так. Эту книгу можно и стоит видеть как образец и памятник чрезвычайно аффективного письма, коммуницирующего не посредством идей, а через эмоции. Анонимный читатель конца 1810-х годов кажется вполне это ощущал, если только мы не имеем здесь дела с недовольством, с конструированным и сомнительным славенизированным причастием. Возмогай это плохо по-славянски, но хорошо по-радищевски. Другой пример чтения из 1790-х годов. Мы в 1790-х годах книга, о которой мы говорим яркий образец сентименталистской модернистской прозы. И вот перед нами ее читатель, читающий ее так, словно это неостоическое нороучительное сочинение 16-го или 17-го веков. «Время с острым рядом зубов смеется вашему течению». Как много модерного в этом моральном наставлении и как именно сентиментализм производит модерность. Я не знаю ответов на эти вопросы, но сам вопрос, задающийся фактом этой единственной на всю книгу пометы, вводит меня в неспокойство и тревожит. Я не могу отложить его в сторону или сделать вид, что его нет. Следующий пример. Список начала 1810-х годов. Читатель отмечает только одно место. Они писали языком славянский. Мы знаем, что Радищева были благосклонные читатели среди членов беседы любителей русского слова. Этого очень условно консервативного общества, пытающегося противопоставить попуристические стандарты вестернизирующей революции Крамзина и его последователей. Помета показывает, как мне кажется, до какой степени Радищев мог быть важен для споров беседы Арзамаса. Но собственно, что перед нами? Согласие ли с тезисом в тексте? Спор ли с ним? Обличение ли текста через ловко найденный читателем самооговор? Они писали языком славянским. Ха-ха-ха, сам о себе сказал. Вот примерно это может значить такая помета неизвестная подобного рода читательские стратегии по нескольким книжкам другим. В том числе там по книге Сыновей Радищева есть такой отличный новосибирский экземпляр, где вот именно так размечается текст, чтобы там просто есть словами написанный текст рядом, где видно, что подчеркиваются места, где можно сказать, что автор сам о себе сказал, что он плохо пишет. В любом случае это место в книге есть и только вот это место довело читателя до пометы. Мы не можем делать вид, что подобных свидетельств чтения нет. Не можем их пропускать. Они бесценны и они дают нам возможность прикоснуться к тому, как работает уникальное чтение, куда заводят. Для большей наглядности, противоречия собственным принципам, я использую пример одного читателя Радищевской книги рубежа 1850-60-х годов. Ему было 29 лет, он жил в Киеве и служил мелким чиновником в губернской канцелярии. Предположительно, в июне или июле 1860-го года в его руки попал экземпляр путешествия, напечатанный двумя годами ранее в Лондоне Герцена. Звали его Николай Лесков, и в следующие десятилетия он станет одним из самых заметных и вызывающих споры русских писателей. Но в то время он еще только мечтал о писательской карьере. Буквально к моменту, когда в руки Лескова попало путешествие, он успел опубликовать печатно только одно короткое письмо в редакцию. Лесковский экземпляр путешествия, хранящийся сейчас в Орловском литературном музее, очень щедро размечен. Он достаточно хорошо известен исследователям Лескова, его несколько раз описывали, и если мы прочитаем эти описания, то должны будем заключить, что чтение Лескова не сильно отличалось от тех самых общих паттернов, которые я упоминал выше. Абсолютизм, аболиционизм, критика монархии, свобода слова и так далее. Молодой русский либерал Лесков читал в 1860 году Радищева так, как положено было либералу того времени. Все это в целом и основном верно, только скучно и съедает живого человека. В этом генерализованном взгляде на опыт чтения, предполагающем вместе с тем мистическое воздействие через чтение одного великого ума на другой великий ум через трансляцию великих общезначимых идей пропадает одно обстоятельство. Первая опубликованная статья Лескова называлась «Заметка о зданиях». Он написал ее в июле 1860 года для недавно начавшей выходить в Киеве газеты современная медицина. Говоря кратко, статья критикует состояние отхожих мест в новом недавно отстроенном роскошном здании киевских присутственных мест, чрезвычайно живописным и раздражающим языком. Невозможно пройти по полу залитому из бело-зеленой вонючей массы разлагающегося человеческого кала, при посредстве которого вы рискуете поскользнуться и упасть. Что нам с того? В своем экземпляре путешествия Лесков отмечает особым образом, нигде больше в этой книге он не использует такой разметки печально известный антииудейский пассаж из философского словаря Пьера Бейля о псевдо-талмудической науке испражнения веща Лакиба и так далее про отирать заднее. На мой взгляд, именно так собственно и работает Ридерс Респонс в реакции, например, не на критику монархии, но на язык дефекации и экскрементов. Академическая литература экономических авторов обычно избегает подобных свидетельств. Однако, по меньшей мере, в данном случае совпадение далеко выходит за рамки случайности, даже если Лесков читал путешествия после заметки о зданиях. Вторая статья Лескова в современной медицине будет названа о рабочем классе. В ней тоже будет говориться об отхожих местах и эпиграфом к ней будет помещен знаменитый стих «Чудище обла» в укороченной Радичевской редакции. Мы не можем и не должны пропускать и отказываться от подобных свидетельств. Чтение всегда остается чтением индивидуальным, даже если читают коллективно, уникальным, постоянно оспаривающим установившиеся и становящиеся паттерны. В своем экземпляре путешествия Лесков отметил один фрагмент, увидев который я был поражен. Я никогда не замечал этого фрагмента в сотнях и сотнях своих перечитываний этой книги. Вызывающее слюноотделение перечисления высоких продуктов французской кухни. До коли не доберусь до рагу фрикасе пашкетов и прочего французского кушения на траву нам изопретенного принужден я был пообедать старым куском жареной говядины. Лесков знал толк в еде и вообще в удовольствиях плоти до излишеств. И вот еще один из путей читательского отклика. Чтение политической книги не обязательно должно становиться только политическим чтением. Читатели просто читают и никому ничего не должны. и один последний пример. В одном списке путешествия конца 1790-х или начала 1800-х годов единственная помета обнаруживается в предпоследней главе всего несколькими строками ниже фрагмента фрикасе отмеченного Лескова. Это подчеркнутое слово скользило в начале описания христианской избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. Мой опыт работы с пометами на родических списках подсказывает мне, что мы имеем здесь дело с недовольством языком. Одно из самых ранних помет, выражающих недовольство родическим языком. По множеству других свидетельств я знаю, что читателей в начале XIX века раздражало то, как вольно Радищев обращался с совмещением абстрактной и конкретной лексики, отвлеченных и предметных значений. С точки зрения этих читателей нельзя насыщать, например, вкус, а можно только желудок. И несколько читателей независимо вносят правку в соответствующем месте. Сердце не может скользить почему-то. Что-либо не может скользить на сердце. Воображение подобной картины отвратительно и не позволяет вести абстрактный разговор об эмоциях и социальных ценностях. Мотив подчеркивания более или менее понятен. Между тем, подобных сдвигов и совмещений в родичевской книге достаточно в каждой главе. Читатель, если только он читал сначала в конец, сдерживал себя всю книгу и не вытерпел только здесь, под самый конец. Место, где родичев говорит о скольжении на сердце, открывает описание крестьянской избы. Это фрагмент, написанный подчеркнуто ровным, тихим, умеренным тоном, через неэмоциональный перечень, репрезентирующим умеренную бедность комнаты. Но безымянный читатель показывает нам, я, как и более зоркие эксперты до меня, никогда не обращал внимания на это слово, что здесь родичев находит способ заставить сердца и глаза читателей не проскальзывать, поцарапать их, почувствовать шероховатость, вызвать у них возглас и побудить к началу диалога, пусть даже и в форме единственного короткого подчеркивания. Вся книга родичева о читательском отклике, не об авторских авторитетных паттернах. Думаю, это все, что я хотел сказать. Спасибо. коллеги. Спасибо, Андрей. Спасибо за замечательный доклад. Удивительно богатый и интересный. Спасибо тебе большое, пожалуйста, вопросы, реакции. У меня свои вопросы, конечно, но я бы хотел, чтобы коллеги имели возможность задать вопросы и чтобы студенты имели такую же важную возможность. Пожалуйста, кто-нибудь. Мари Терезе подняла руку. Да, это я. Спасибо большое за доклад. А, мне надо, пожалуйста. Возможно, я что-то упустила, но я хотела спросить, зачем люди по-вашему размечают тексты, я не очень поняла, и мне кажется, может быть, это тоже меняется. не всегда по одной причине размечались тексты. Я сама очень люблю размечать книги, я думаю, все мы это делаем, но я даже удивилась, что уже в 18 веке так много размечали. Я думала, что, может быть, книги больше ценились тогда, и что не стали бы массивно писать прямо на книгу. Наверное, это отражает какую-то эволюцию тоже читательского опыта. Как вы это объясняете? Спасибо большое за вопрос, очень важный и очень нужный. Мы вообще говоря, пометы на книгах делают столько, сколько существуют книги. я не очень представляю, как со свитками, просто старые свитки сохранились хуже. И вот про египетские, например, традиции я не знаю, и не уверен, что на длиннобитных табличках оставляли пометы. Но вот рукописи размещаются все время, которое мы знаем. В том числе печатные книги, когда они появляются. Нужно учитывать, ведь, что рукопись в каком-нибудь пятом, седьмом или одиннадцатом веке это очень дорого. Особенно до того, как в Европе, например, появляется бумага, чтобы создать рукопись на сотне листов, нужно было обработать, например, десять молодых барашков. Ну, или пять. Долго обрабатывать. Потом нужно было посадить человека, то есть не десять, почему, сто или пятьдесят барашков, или двадцать пять. потом нужно было достать человека, умеющего красиво писать или просто писать и платить ему деньги за то, что он будет, чаще всего все-таки это был он, переписывать эти самые сто листов. В общем, это дорого, это не несколько месяцев работы квалифицированного сотрудника, в общем, рукопись это дорого. Это даже до того, как мы начали ее раскрашивать, украшать иллюстрациями и помещать в оклад с драгоценными камнями. Даже просто рукопись это дорого. Несмотря на это, рукописи размечаются. У нас средневековая полиография очень хорошо знакома с различными пометами. Размечаются печатные книги в раннее новое время и, конечно, размечаются в XVIII веке. Различались ли эти пометы и насколько они отличаются от того, как мы сейчас размечаем. Это очень хороший, очень сложный вопрос. Проблема в том, что попытка генерализовать и ухватить и сказать, что вот в это время размечали только так, а в это время здесь так размечать не будут, значит, что мы говорим за всех абсолютно читателей надежно предполагать, что мы все знаем про каждого читателя. Нет, мы не знаем. Но в целом мы чаще всего вот эти пометы, они означают некоторый рефлекс, связанный с вниманием к читаемым фрагментам. Или иногда может быть невнимание. мы можем тыкать ручкой в поле, оставляя на нее в этом месте точки, потому что нам, например, скучно читать. Такое, конечно, тоже может быть. Это очень большая проблема с этими невербальными пометами, что то, что мы можем воспринимать как знак внимания, может оказаться знаком ровно обратного, например. интерпретация помет, она очень ненадежна. Я с этого начинаю. Мой интерес в том, что в любом случае оно там есть. Хорошо, когда у нас какая-нибудь просто волнистая черта. Хорошо, это такая моторная практика. Но когда у нас есть значок вроде плюса, и он поставлен один на всю рукопись, это что-то значит, скорее всего. Во всяком случае, мы можем исходить из теории, что это ничего не значит, интерпретация для нас закрыта. Это достойная позиция, она вполне возможна. Но мне кажется, что стоит задаться вопросом, высказать гипотезу о том, что эта помета что-то может значить, и попытаться каким-то образом попробовать ее интерпретировать и приучить себя не проходить мимо. Вот примерно такой ответ на ваш вопрос. Спасибо. А все-таки, как вам кажется, в 18 веке отмечают обычно для себя ввиду того, что будут перечитывать книгу и сразу переходить например на интересные страницы или вернее для кого-то, чтобы потом кому-то отдать книгу и создавать как вы сказали этот диалог интересный между читателями или и то и другому. Отличный, отличный вопрос. И то, и то, и то, и то. Значит, почему мы можем говорить, что помечают для собственного чтения? Есть списки, когда родище печатал свою книгу, она напечатана без оглавления. Там нету списка этих станций между Петербургом и Москвой в печатном экземпляре. И, сколько я помню, в авторизованных рукописях тоже нету. А некоторые читатели создают для себя оглавление. Причем некоторые из них не просто переписывают названия почтовых станций, а выделяют в каждой, сводят каждую главу к какому-то одному основному тезису. Крестьяне, отец, воспитание, крестьянская изба. Названия глав превращаются в такие тезисы. Это значит, что книга размечается и превращается, мы получаем реестр, которым можно самостоятельно пользоваться. И некоторые читатели оставляют пометы не в самом тексте книги, а против глав. Можно предположить, что это такой маг, и туда специально записываются номера страниц, иногда на оборот титульного листа записываются номера страниц, на которых сделаны пометы. То есть практики чтения, которые направлены на то, чтобы вернуться к этому фрагменту, они несомненно есть. А с другой стороны, действительно, это очень важно. У нас довольно много рукописи размечено несколькими читателями. Мы знаем, это коллективная практика. Книга не читается персонально в это время. Кажется, такое персональное чтение книги, это довольно поздняя вещь. Например, для советского чтения, это очень важно, когда мы исследуем советского читателя каких-нибудь 920-30-х годов, нам нужно учитывать, что коллективное чтение занимает в этих читательских практиках очень большое место. Это книги, которые берутся в библиотеке, это книги, которые передаются друг другу, это книги, которые читаются вслух на коллективных собраниях и обсуждаются. Просто потому, что даже при всем огромном этой машине статысячных тиражей централизация того, что нужно читать, не позволяла обеспечить всех экземплярами. Это проблема в том числе с Радищевым. Радищева не печатали в достаточном числе экземпляров вплоть до 1970-х годов. Еще в 1960-е читатели жаловались на то, что Радищева невозможно достать. Вот. И в случае с этими рукописями нужно обязательно учитывать, что мы можем иметь дело с коллективной практикой. И помета ставится из расчета, что следующий читатель обратит внимание на то, что здесь будет прочитано. Нам известно, например, говоря про читательские практики этого времени, нам известно случай, когда книга дается, например, возлюбленной, а та там оставляет какую-нибудь планету или две или три. Специально, чтобы человек, который ей дал или которая ему дала, что-то такое понял, поняла про чувства и про прочее. Практики многообразнейшие. Да, мы, несомненно, должны учитывать, что это материальные объекты, которые могут предполагать коллективное с ними обращение. Во всяком случае, у нас точно есть примеры, которые нам показывают, что эти рукописи находятся в коллективном обращении. Но как всегда с историей чтения, когда у нас есть этот большой корпус, мы можем говорить, что у нас есть и то, и другое. То есть у нас есть случаи, когда люди скорее всего размечают текст, потому что они сами пользуются этой рукописью и планируют возвращаться. И есть случаи, когда надежно мы видим, что эта рукопись переходит из рук в руки и пометы делаются для другого читателя, другой читательницы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Миланя. И пожалуйста, еще вопросы, реакции, комментарии. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие студенты. Так, вот, Даша, пожалуйста. Спасибо. У меня очень короткий вопрос, совершенно не специалисты по этому периоду. Андрей, во-первых, спасибо огромное за очень-очень интересный доклад, в котором было интересно все. от самого содержания до формата и до вообще ваших возмышлений. Вот меня как раз заинтересовала такая работа с читательской рецепцией произведения, она была уже проведена для какого-либо произведения либо даже восемнадцатого, либо неизвестного века, именно по рукописям, по рукописным материалам. Или это ваш проект именно вот? вот так, чтобы по пометам мне такого неизвестно. Мне известны кейсы, когда работают с отдельной книгой, размеченной известным человеком. Один из самых известных примеров это Гитлер и чтение Гитлером Библии. Я думала о блоке, к примеру, который хорошо сохранился. в мировой этой практике работы с маргиналиями. Гитлер не оставляет слов, он оставляет только вот самые пометочки. И там делается попытка реконструировать что такое внутренний мир этого человека. Чтобы работа с рецепцией через пометы, мне такого неизвестно. Если кому-то известно, я буду рассказывать. Мне кажется, это безумно интересно. И это такой подход, который, как сказать, он, мне кажется, очень-очень может много принести, потому что это действительно на конкретных каких-то примерах, на конкретных материалах подтверждается, как текст циркулирует, какие он отзывы, что он за собой влечет, и как он распространяется. Потому что, опять же, я про Гитлера не знала, научили, для меня это больше связано с знаменитой людьми, когда блоковская библиотека хорошо сохранилась, и, например, можно проследить, он очень любил отмечать на полях, ему молодые поэта присылали какие-то свои сборники, и он все отмечал. Соответственно, это очень интересно для того, чтобы реконструировать какой-то читательский опыт. Но это читательский опыт именно одного человека, которого мы уже и так много знаем, поэтому мы тоже проецируем. А тут мне вот что у вас очень действительно понравилось, и мне как бы показалось, было интересно, что это читательский опыт совершенно необязательно каких-то литературоведов, естественно, и не самих писателей, то есть именно читательский. И мне кажется, что это тоже в какой-то мере, я не знаю, это я сейчас говорю, думаю одновременно, вот эти вот, да, читательские такой вот, читательская рецепция, в XVIII веке такого, наверное, же не было, да, еще письма в редакцию такого феномена? С письмами в редакцию, да. То есть письма в редакцию были, конечно, и нам то есть неизвестно насколько они, во всяком случае, игра с письмами в редакцию была точно, сатирические журналы 69-70-го годов на этом построены, но действительно писали редактором с откликами, и такое случается не очень часто, но в случае с книгами, чтобы в издательство пришло с этого, если есть, то очень мало. Ну, то есть мы знаем, что Тредяковскому не нравятся Ломоносов, он обращается в Синод, говорит, да, что-то. Да-да-да-да-да. Скорее обращается в Цензуру, да. У нас есть там случаи читательских дневников, они очень редкие, но Болотов, который бесконечно пишет. У Болотова есть такой настоящий читательский дневник, он берет и описывает свой опыт чтения романов и пишет рецензии на какие-нибудь книги. В России, что нам с другой стороны известно, что в России 18-го века проваливаются почти все опыты таких периодических изданий, которые регулярно публикуют рецензии, вплоть до Карамзина. Вот когда Карамзин начинает печатать отзывы и рецензии, это как-то становится воспроизводящейся практикой дальше. А вплоть до 90-х годов есть несколько попыток, в том числе специальный журнал, который специально создается бакмейстером для рецензирования, и они держатся очень недолго. Такую развернутую критику, это интересно, почему это так работает. 18-й век, в отличие от Германии, где у нас есть огромные томы, заполненные текущей критикой, в России 18-го века в основном это как-то не работает. Скорее вообще люди пишут сатирические стишки друг на друга. С этим 18-м веке в России все относительно в порядке, а вот с рецензиями и отзывами хуже. Спасибо огромное. Это открывает, по-моему, очень широкое поле исследований. Спасибо большое. Спасибо, Даша. Пожалуйста, ваши вопросы. замечания, комментарии. Полина, пожалуйста, вас слушаем. Здравствуйте, Андрей, спасибо большое за очень интересный доклад. Вас не очень хорошо слышно, Полина. А вот так? Так намного лучше. Здравствуйте, еще раз, Андрей, спасибо большое за очень интересный доклад. Очень много понятий, и действительно поле исследования открывается огромное. Отдельное спасибо за монструозное чтение. Я даже себе пометила, такое понятие. У меня такой вопрос, скорее, как просьба уточнить то, что вы сказали. То есть, вы сказали ближе к началу, вы сказали, что по сути нет разницы, если я правильно поняла, по сути нет разницы между маргиналиями, которые оставляют анонимный, анонимный читатель и маргиналиями известного лица. Вот, но поскольку мне приходилось сталкиваться с тем и с тем, например, с пометками Тургенева в книге Мюсея или с пометками анонимного читателя в библиотеке, который поправлял перевод Жюль Верна. Вот, у меня как бы инстинктивная реакция, что это очень разные, разные, ну, разная информация, разную ценность она несет, потому что пометки Тургенева это некий гипертекст Тургенева, огромное его наследие, да, а анонимные пометки читателя, вот, я совершенно не знала, как к мне относиться до вашего доклада. То есть, у меня возникали, как бы, то есть, я задавалась вопросом, но не могла подставать. Вот, не могли бы вы пояснить, почему вы сказали, что, по сути, это одна, что это что-то единое явление, что нет, что единой ценностью обладает анонимные пометки? Спасибо, спасибо большое. Смотрите, тут вопрос в, значит, у нас есть интерпретативная глубина в случае с пометами Тургенева или Блок, да, вот это пример, когда там, например, Грекалова рассказывает нам о том, как Блок готовит свою магистерскую диссертацию и читает какой-нибудь того самого Болотова, например, да, и у нее есть много текстов Блока, переписка Блока, она отлично восстанавливает этот контекст и рассказывает действительно, то есть мы, у нас есть возможность опора для интерпретации, но вообще говоря, собственно, сама помета, если мы не полагаем, что эта помета производится для того, чтобы рассказать нам что-то о том, как пишет великий человек и про то, как великий человек делает свои великие дела, да, но вообще говоря, у нас источник о том, как великий человек делает свои великие дела, это не читательские пометы, да, мы вот можем в очередной раз убедиться, или у нас базой для нашей работы будут другие источники, да, если нас интересует чтение, собственно, читателя, то, как читатель взаимодействует с книгой, то в этот момент, в момент чтения блок не отличается от неизвестного нам читателя, оставляющего помету, потому что, вообще говоря, эту помету мог оставить неизвестный нам писатель, например, такое бывает и случается, можно предполагать, что люди, которые читают эту рукопись в 20-е и 30-е годы, это люди с хорошим образованием, часто владеющие хорошо письмом, да, почему, собственно, анонимность должна для нас исключать возможность того, что за этой пометой стоит какой-то великий человек, и что нам дает великость человека, крестику на поле, да, если мы отбросим вот все это величие, позволяющее нам производить интерпретативные операции, если нас будет интересовать собственно чтение, а не производство текста, если нас будет интересовать читательский опыт, вот, мне кажется, это справедливый вопрос, но я над ним много думаю, вот мой ответ такой, что если нас интересует именно чтение, то как не то, как читатель будет производить другой текст, а то, как происходит работа читателя с вот этим текстом, что происходит в этот момент, в момент чтения и после него, именно как если мы работаем с читательским опытом, то помета Ахматовой, Диккенсон или Дарвина не будет отличаться от Полиной помета, вот, может быть, не радикальная точка зрения, но я здесь не скажу. Спасибо, спасибо, Полина, спасибо, Андрей, пожалуйста, еще вопросы, замечания, Анастасия. Спасибо большое за презентацию и я хотела спросить, вот вы анализировали, получается, русскоязычных читателей, но я думаю, что были наверняка и читатели иноязычные в то время, то есть был перевод, я предполагаю, этих книг и, возможно, было бы интересно тоже поанализировать их пометки, если есть такая возможность как-то найти подобные книги и как бы вы не рассматривали это поле деятельности? Спасибо за вопрос, для меня это отдельная проблема, как работать, потому что я пишу книгу вообще о том, как читают Радищева и это для меня большая проблема, потому что я как-то пытаюсь ограничиться русскоязычным пространством, я понимаю, что это не вполне справедливо и в случае с 20 веком особенно там есть о чем говорить, но у меня принципиальная моя позиция в том, как я подхожу к своему материалу, я стараюсь сделать историю того, как читают непрофессиональные читатели, не читатели, которые ставят себя в экспертную позицию, например, человека, которому нужно преподавать этот текст в школе или человека, который говорит, что я специалист по русской литературе, поэтому то, что я здесь напишу, это экспертно значимый текст, а на то, как текст читают люди из-за пределов экспертного сообщества. Это у меня такая принципиальная установка, поэтому у меня в случае с зарубежным чтением в 20 веке для меня оказываются недостаточно информативными работы, написанные словистами по родичам. То есть если бы можно было прорваться к тому, как неэксперты словисты читают, например, переводы родищева на французский или английский в 20 веке, это было бы очень интересно. Я с трудом представляю, где доставать этот материал. Если бы мне сказали, где его можно относительно много набрать, я бы с удовольствием туда обратился. Проблема отдельная с тем, о чем я говорил сейчас, это чтение до середины XIX века, там был перевод одной главы, нескольких первых глав, не слишком характерных для книг. Не очень понятно, планировалось ли переводить дальше или нет, почему оно было оборвано на этом месте. На немецкий язык очень вскоре после публикации. и это место оказалось абсолютно затерянным, его с удивлением нашли в середине XX века библиографа немецкий, после того, как... двойница моя жена. Вот. И после того, как Советский Союз получил контроль над частью территории Германии, Германия стала развиваться русистикой, в том числе Радищев оказался важным автором. И в этот момент немецкие словисты обнаружили, что, оказывается, был такой ранний перевод. Ну, там, удивительным образом, у этого перевода отдельная судьба. В начале XXI века именно эта книга, этого журнала стала покупаться в России за какие-то бешеные деньги, потому что стали говорить, что это Радищев, а Радищев это как бы очень дорого. Но это такая отдельная история про западные и вообще иностранные, потому что у нас довольно важная книга связанная с Радищевым «Конкорданс путешествий из Пятихолока в Москву» создана в университете Саппора. На японский путешествие переведено, на китайский нет. Сколько я знаю. Вот так, к сожалению, или узбекских, или таджикских чтений тоже вот этого материала у меня нет. Проблема в том, что я пытаюсь работать с неэкспертным полем чтения, а в случае с нерусским полем я просто плохо представляю, как добывать этот материал. такое. Спасибо. 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 Спасибо большое. Пожалуйста. Если больше нет вопросов, то можете себе позволю свои собственные вопросы задать. Спасибо, Андрей, еще раз огромное за замечательный доклад. У меня пять вопросов. Некоторые на самом деле имеют отношение к тому, что обсуждалось во время обсуждения. А может быть другие относятся к вещам, которые ты сказал, а я упустил, и тогда прошу прощения заранее. Первый вопрос касается объявления опубликованного или заявления опубликованного после суда и ссылки. То есть я хотел бы понять, как следует интерпретировать этот текст, который с одной стороны указывает на то, что этот труд запрещен, его читать нельзя, а с другой стороны дает достаточно подробное в кавычках описание содержания. И я бы хотел понять следующее. Это предназначено для того, чтобы обескуражить людей читать текст, или же для того, чтобы в случае, если они будут читать, они правильно его понимали. То есть является ли этот текст некой матрицей для восприятия этого текста в случае, если кто-нибудь вдруг сможет достать там список. и меня это интересует, потому что меня интересует вопрос о контроле сверху то ли со стороны государства, то ли со стороны самих писателей или интеллектуалов над тем, как люди воспринимают литературные тексты, потому что, как тебе хорошо известно, в это время есть такое опасение со стороны профессиональных в кавычках опять-таки авторов, что люди будут неправильно читать и неправильно понимать. Я сейчас читаю верстку своего перевода писем Крамзина и вчера вечером перечитал как раз то письмо из Лондона, в котором путешественник описывает разговор со служанкой английской, которая абсолютно неправильно понимает мораль английских романов, которая восхищается злодеями и осуждает невинных моральных женских персонажей. Это первый вопрос. Второй вопрос такой. Считаешь ли ты, что вот эти маргиналии, эти пометки, они имеют другое значение в контексте запрещенной литературы, чем в контексте незапрещенной литературы? И вот с этим вопросом связан вопрос о том, почему же люди записывают, ты нам показал этот список очень красивый, с рисунком в начале, почему же люди записывают свое имя на список запрещенной книги? Как можно понимать вот такой поступок? как его интерпретировать? И третий вопрос касается того, что вы обсуждали с Меляни по поводу диалога с книгой. У меня вот такой вопрос. Возможно ли, что когда люди списывали списки, они там, наверное, видели пометки? И это тоже служило, наверное, образцом для восприятия. То есть вот эти пометки, есть ли там элемент конформизма, когда я списываю с другого списка список для собственного использования, и восприятие предыдущего человека, который сделал предыдущий список, влияет на меня. И наконец последний самый простой вопрос, а это ты, наверное, упоминал, если я пропустил, опять же, извиняюсь, я думаю, что ответ скорее всего положительный, наверное, бывает фрагментарные списки, то есть с несколькими всего лишь главами. И кстати, по поводу этого немецкого перевода, то может быть мало ли, он был сделан на основе списка неполного, как раз и в котором содержались только вот эти главы. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, Рудольф, за отличные вопросы. Я начну с конца. Я специально сравнивал, у нас есть западовым сделанное приведение вариантов авторских редакций, и судя по всему перевод спечатного или текста очень близкого спечатного найти значимых разночтений не удается. Фрагментарные списки, конечно, были, это для меня очень важный источник моих занятий, что выбирается для списывания. замечательный есть список 850-х годов, из которого видно, как текст списывается как такой идейный трактат. Там все эти возгласы, какие-нибудь описания лиц, вся родительская художественность полностью выметается и оставляется такой идеологически жесткий текст. Вот пример. Бывают списки, где там переписывается только Вышний Володжин, то есть только Выдроп, не Господи, где только Спасская полесть, например, Спасская полесть и Новгород, они близкие, или только Хотилов переписывается, такое есть. Есть удивительные списки, где говорится, что все названия меняются на китайские, и говорится, что это вообще такое китайское сочинение про Пекин. Вот. Да, да, так что фрагментарные списки для меня очень важны, и это интересно, это очень показательно всегда бывают. Их не очень много сохранилось, но они точно были, и более-менее по всей этой хронологии они растянуты. Да, на маргинале в списках. У нас не точно известны списки, где перенесены подчеркивания, сделанные в том, что называется антиграф, то есть списки, с которого переписывается, что позволяет установить вот эти гнезда идущих друг за другом списком. Да, люди это переписывают и сохраняют. Не очень понятно, осознанно или нет. Можно посчитать, что это было так, в оригинальном тексте подчеркнуто, можно перенести как подчеркивание, но такие случаи есть. Благодаря этому неизвестно случай, когда в каком-то списке подчеркнуто, а потом это подчеркивание перенесено в какой-то список. Но известны случаи, когда видно, что существовал список, где это было подчеркнуто, и просто списывавший сохранил это подчеркивание предыдущего списка. Я это засчитываю как отдельный читательский опыт, потому что я учитываю не только списки, у меня эти списки делятся на отдельные читательские опыты, потому что некоторые рукописи позволяют провести это развлечение условных зеленых чернил, которые идут по всему тексту и карандашных помет, которые тоже встречаются, они оказываются довольно разными. Так что да, показательный пример с этим прямым диалогом интересно к вопросу о том, как к диалогу. Там есть пометы, которые переходят обращаются на ты к автору. Это не диалог с другим читателем, а вот такой буквальный диалог с автором. Один из примеров, которые я приводил на слайде, где нужно было тебя повесить, но в принципе такое встречается в основном в конце главы или в конце пассажа начинается в главе Ежелбитца, например, где там рассказывается про генерические болезни, говорится, так вот ты какой был. То есть беседа с автором в том числе ведется про то, насколько про сохранение имени. Да, это довольно интересно. Вот в списке 90-х годов отчетливо избегают, да, они скорее анонимны. Мы знаем о их владельцах скорее через последующую историю библиотеки. Там владе обозначение имени нет. Имена скорее начинают обозначаться уже в нулевые годы. И в десятые по-видимому уже как-то не очень страшные. замечают свои опыты чтения. Мне кажется, что просто в нулевые восьмисотые есть ощущение, что если найдут библиотеки, то ничего особо страшного не будет. Люди начинают маркировать. Вот этот случай с Валуевым и Баженовым он уникальный, очень странный. Возможно, он связан с их пониманием того, насколько это редкий текст. Возможно. Возможно. Нет, ну то есть да, они совершенно точно это дружеский какой-то союз. Это тайная книга, которая должна тайно храниться. Вот он знает, что это такое. Там она переплетена в переплет, на переплете стоят инициалы, по-видимому, этого самого Валуева С.В. Он оставляет это у себя в библиотеке. Я не знаю, как это работает, но то, что сама книга точно бытует в таких полутайных мужских сообществах, революционных, оппозиционных условно, их назовем. Это совершенно точно. Может оказываться, что у нас сам факт передачи выплывает внезапно на рукопись. Как здесь, но это довольно редкий случай. Так у Рива будет еще вопрос. И на первом про контроль за чтением. Это увлекательнейший вопрос. Вот кейс Пуссирайет, он создан Пуссирайет или он создан репрессиями, обращенными на Пуссирайет и соответствующими интерпретациями. Кто контролирует? Кто контролирует интерпретации Пастернака, например? Насколько они контролируются, компанией против с обвинением Пастернака в издании доктора Живаго? Конечно, что такое статьи о фильмах ужасов американских в советских газетах 1970-х гг. в газетах, которые выходят для публики, которые, по-видимому, просто никогда не будет возможности посмотреть фильм «Изгоняющий дьявола», телезвездный воин. Кому адресованы эти статьи? Они адресованы публике широкой, которая никогда не увидит этих фильмов и должна узнать, какие ужасы там происходят? Или она обращена той очень ограниченной публике, которая может посмотреть эти фильмы и им заранее их отваживают от этого? Или эти тексты делают что-то еще? Это сам по себе вопрос увлекательнейший. Несомненно, этот текст читается как такой да, да, сам указ он задает очень жесткую и очень сильную инерцию интерпретации текста. В случае с Радищевым это совершенно точно собственно почему меня занимают эти маргинальные пометы, потому что у нас есть это очень сильная инерция репрессивного интерпретации, заданная репрессивными инстанциями. вот в случае с каким-то когда у нас книгу читают условно говоря просто публика, мы по-видимому можем увидеть какую-то полемику в журналах, в общем какие-то равнозначные высказывания. Здесь у нас этого нет. Нам приходится обращаться к вот этому скрытому материалу, разница только в этом. Вот, примерно так. Спасибо. Смотри, Андрей, читатели, которые критикуют книгу, не опираясь на официальные аргументы, они в принципе в итоге получается принимают логику самого Радищева, который там осуждал цензуру и считал, что каждый читатель сам умеет реагировать на текст, если текст неправильный. Да, совершенно именно так. Именно так и есть, что меня завораживает в этом чтении, этих опытов чтения, что Радищев полностью соответствует абсолютно любой реакции на него. Он говорит, да, я вот такой, да, я пишу, так что я вас корябаю, если вас корябает, то это так и должно. Я его про нас вообще право. Да, это ваше право как угодно ответить на этот текст. Это очень сильно отлично от Карамзина, который, да, если Карамзин пишет даже разгромную, ругающую реценцию, то он ее пишет с разбором на стоящий разговор о нем текст, в отличие от Радищева, который, это видно по его переписке с Фаранцовым, да, вот любая книга должна быть обсуждена и в ней должно быть увидено вот то, с чем можно поспорить прежде всего. Да, вот нужно спорить, нужно не соглашаться, нужно замечать в книге то, с чем дальше можно работать. Удивительно, что сам Радищев, да, у меня был опыт смотрения, по-видимому, собственно, на Радищевские книги, и он по-видимому довольно редко размечал книги. Вот у меня есть одна книга, которую он размечал, две книги, которые он размечал активно, одна, собственно, из нее он делал потом в Выписке для путешествия про Новгород, а другая такая французская брошюрка про то, как нам обустроить мир и общество 1801 года. И там он внезапно опускается в разговор с автором, начинает говорить о том, что, в общем, Екатерина была великой, потому что все-таки у нее была идея дойти до Константинополя, она завоевала много земель, поэтому она все-таки великий. Правитель, так же, как Наполеон, это пишется в 1801 году до принятия императорского титула, других случаев в основном Радищев не реагирует на книги, он в письма это все по-видимому переносит свое чтение. Вот. Окей, спасибо. Ты хотел еще ответить на вопрос Ривы и потом... А Рива задаст его сначала. Да, спасибо большое. Прошу заранее прощения, если вдруг окажется, что там, пока я ехала на велосипеде и слушала твой доклад из университета после пяти лекций, я прослушала что-то очень важное. Значит, вопрос такой, если я правильно понимаю, ты ищешь, ты стараешься искать непривилегированного читателя, а скорее такого широкого, значит, как ты говоришь, непрофессионального читателя. И это заставляет думать, что вот те, о ком, те, как бы, жалость, к кому призывал испытывать Радищев и внимание, к кому призывал испытывать Радищев, ты вот тоже именно вот примерно к тех же людей пытаешься найти. Соответственно, возникает вопрос, вот услышал ли Радищева его герой, потому что я так поняла, что большая часть пометок, которые ты нашел, кажется, ты сказал, что они все-таки в основном дворянские, от читателя, в общем, высокообразованного и так далее. Но все-таки при этом есть что-то вроде более, так сказать, с менее привилегированных слоев, вот услышал ли народ Радищева и узнал ли он себя в нем, потому что те пометки, о которых ты говорил, они в основном обсуждают, то там стоит свергать власть, не стоит свергать власть, значит, дворяне, которые там совсем какие-то томные юноши, которые там свою нежную дружбу запечатывают, клянутся практически на Радищеве, но вот именно узнал, тот, кто должен был узнать себя в этом тексте как в зеркале, узнал ли он себя там? Спасибо большое за вопрос. Нет, по-видимому, то есть меня занимает, что я был бы рад таким откликам, но для 40-х годов, да, у нас есть списки, несколько есть известных мне списков, которые списывались в 800-х годах в довольно элитарных условиях и спускаются просто владельчески, переходят к мещанам в 830-х 40-х, условно говоря, то есть там в некоторых списках можно предполагать по-видимому старообрядческое чтение этого текста. У нас там один список в Рогожской библиотеке, Рогожского кладбища. В общем, там есть над чем здесь думать. Но вот чтобы именно крестьяне читали, есть свидетельство о том, что некий призванный в солдаты крестьяне якобы читает текст родящего служа где-то в Сибири. Но это такой очень ненадежный источник, это позднейшее свидетельство самого списка. Нет. Меня интересует здесь не статус читателя, хотя там действительно видно, что публика расширяется. Она оказывается более широкой, но она все равно не доходит до крестьянского уровня. То есть если считать, что герой родящего это купец, то у нас есть набор списков, в котором мы видим, что отмечаются скорее фрагменты, связанные с торговлей. Такие там пара списков есть, и они как раз соотносятся с владельческими записями. крестьяне нет. Меня все-таки я осознаю, что этот текст, он продолжает в основном читаться довольно элитарной публикой. Это история вполне себе закрытая в этом элитарном обществе. Именно поэтому мне представляется, что оправданная процедура посмотреть на эти пометы как равноценные, равносильные имеющимся вербальным высказываниям. Я ищу скорее не генерализованные, не заданные авторитетно способы прочитывать эту книгу, чем социально заданный способ чтения, в том числе чтения непривилегированными социально читателями. Для этого я вынужден производить над собой операцию, которая заставляет меня читать эти крестики, плюсики и кружочки примерно так же, как можно читать Пушкина. Выстраивая между ними равенство меня здесь скорее движение. надеюсь, что ответил. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Я вижу, судя по экрану, студентам уже пора. Спасибо большое тебе еще раз, Андрей, за замечательный доклад. спасибо всем участникам семинара за их присутствие сегодня, спасибо студентам и, к сожалению, мы уже не успеем... буквально две минуты я сумел вылезти через границу свою коллекцию раскрасок, на которых собственно меня раскраски занимают, я собираю раскрашенные раскраски, прорываясь собственно под этим индивидуальным способом взаимодействия с печатным объектом, это такое продолжение моих штукей связанных с родическим читателем, может быть, когда-нибудь про это тоже можно будет рассказывать. Будем рады тебя еще приглашать и будем рады слушать твои размышления. Спасибо, Рудоль. Спасибо, спасибо большое, всем всего хорошего и надеюсь до следующего раза. Все, до свидания. Всего доброго всем. Спасибо большое. Даша, ты все записала, да? Да. И что теперь делать? Теперь ждите чуть-чуть и все будет онлайн. Хорошо, то есть я просто закрываю и все, да? Да, все, пока-пока. Хорошо, спасибо, счастливо. Спасибо.